У вас истерильная. Old school, new school. Я хочу Pinocchio. Калашти и татуировка с сюрпризом. Две сутки без алкоголя, я же умру. Подруга минуту как отрубилась. Хайно рок, меня зовут Эд. Я люблю мучить людей. Хайно рок, меня зовут Сережа. Я работаю тату-артистом. Хайно рок, меня зовут Николас Шмидт. Я люблю делать татуировки. Хайно рок, меня зовут Саша. Я из тату-ключников. Ну, скорее всего, нравится людям делать больно, наверное, и получать за это деньги. Ну, это интересно. Плащется. Я у нас все на аркаре, сатут карт омлы. Мне нравится рисовать, а еще за это платят. Нравится эмоции людей смотреть, когда ты им забиваешь их эскиз, и они прям радуются. Это очень приятно, когда человек благодарит тебя. Ничего сложного. В первую очередь, люди не понимают, что это искусство, что ты не поинтер, ты не можешь копировать каждый эскиз постоянно, один за другим. Бесит, когда клиенты спрашивают, а почему ты ведешь машинку так, а вот не так, а почему так? Бывают иногда противные люди. Именно некоторые тупые мышления людей. Мне бесит клиенты, когда приходят, говорят, что ты мастер, вот дай мне идею. Мне нравится, что венфарте мульску, идеи банали. Ну, мне нравится, когда виноват, что они говорят, бати не еще, вот. Ведь самое главное, это ухаживать за ней, а они забывают про это. Типа, а какое место самое болючее? Ой, да осмодор отменить. А как ты будешь в старости? Наслешен. Ой, а че так дорого? Фетель десуарен требует дочекерсмодисбрак. Типа, а можно ли поставить анестезию? Мне не будет плохо. А что скажут люди? Ой, гатан мэрил. У вас устередина. Можно мне забить что-то необычное, и они приходят с самыми типичными татуировками, это бесконечность. И себе не требует, как коснул рукав. Эй, премолт, как ты будешь детей воспитывать такой разрисованный? Ой, гатан мэркакас. Как долго это будет происходить? Буду старым, дрябл может быть, но зато разрисованным цветом. Самые ходовые в последнее время это лайнворк. Реализм. Нео традиционал. Трайбл. Вот в 90-х была такая тема, то есть узоры, просто черные узоры. Дотворк, это работа только точками. Олдскулы, ньюскулы. Блэк ворк, полинезия. Блэк и грэй. То есть работа с серыми, светло-серыми, белыми, черными оттенками. Реализм. Жапонеза. Грей вошь. Гиперреализм. Трэш-полька. Геометрия. Лайнворк. Работа только контурная. Белая органика. Те же минималки надписи. Геометрия. 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 Я говорю, куда-то идем, зачем отходить? Он говорит, ну, не, короче, у меня под яйцами. Я хочу там сделать корону. Чувак говорит, типа, не, не хуй, я, короче, зачем тебе там что-либо перекрывать, ты что, дебил? Бывают девушки, которые приходят и, как бы, предлагают за татуировку или за скидку интим, но за интим хлеб не купишь. Там, в общем, он кого-то в одной девочке татуировку на спине, а она то ли боялась боли, то ли что с ней было не так. В общем, она уснула, потом описалась, обливалась и упала. Пришел один парень и захотел набить собака кривая. Там было прямо нарисовано таким жирным контуром. И я точно спросила, ты точно это хочешь? Он говорит, да, хочу. Это выглядит, как будто начинающий ученик бил на тебя. Он говорит, мне нравится, желаю тебе удачи. Бывали, приходили более взрослые люди, которые говорят, я хочу Пиноккио. То есть, прям вот на той зоне, чтобы было моей партнерше смешно, скажем так, или весело. Девочка пришла с подружкой, мы взяли ей пирсинг, все было нормально. С этой подружкой что-то разговорились, оказалось, что ее подруга минуту как отрубилась. Она просто валялась на лежаке, мы не могли понять. Потом начали приводить ее в чувство, она вцепилась мне в руку, расцарапала меня. Потом пришла в себя и поняла, что у нее, оказывается, просто пирсинг. Я пытался ее привести в чувство, а не домогался. Самая классная, наверное, самая смешная ситуация, это когда клиенты приходят и начинаются такие глобости, как объяснение после того, что пить нельзя, и у всех клиентов одна и та же эмоция. Как так? Две сутки без алкоголя, я же умру. И это удивляет очень сильно, потому что каждый первый так себя ведет, как будто бы все вокруг алкаши, это пугает. Приехал клиент, ну, скажем так, излишне волосатый. И он захотел набить на груди надпись «Я люблю Татьяну», «Пульс». Получилось так, что когда я выбрел ему эту часть, где буду делать татуировку, она получилась как пейджи. В итоге, когда все это заросло, естественно, это все будет плохо видно, надпись маленькая, он пришел и говорит, почему ее не видно. Я в итоге посоветовал ему, конечно, каждый день бриться, но он как-то не понял эту шутку. Эта девушка пришла, хочу сделать парню подарок, и набила бантик на интимном месте. Первый совет – это читать побольше. Перед сеансом хорошенько поспите. Во-первых, подумайте нужнолетное татуировка. Клиентцы мои по-русски, которые знают, что надо покупать в квартире, которые мне нравится, как раз, ищут темы, чтобы делать это. Не экономить, собирать больше денег. И чтобы быть более внимательными, смотреть на работах, стилах, как работают. Не бухайте! Погнали, что это может быть. В втором случае, идите на consultации на мастер. В следующей татуировке, что я спрашу, чтобы узнать, как я зарядал. Не делать копии, то есть ходить как инкубаторские. И думать желательно на татуировках подольше, а не 2-3 минутки или даже 2 часа. И слушать мастера, вот самое главное. Хай, народ, тщательно выбирайте свои эскизы, делайте их более креативными, красочными и пускай они вас только радуют. Хай, народ, приходите к нам забиваться. Хай, народ, выбирайте правильных мастеров. Хай, народ, не бейте портаки и короны. Хай, народ, овец грижес, фасчет, шращебобатец. Хай, народ, колледжес, татуажер, люк кап, нут пицц. Хай на руке, плотно из окрас, а роду из глаз.